Друзья, всем привет! Сегодня владелец японской компании МОХ подробно расскажет нам, как они создают живую изгородь. Мы специально показываем вам, как ее удаляют, чтобы вы посмотрели, из чего она состоит изнутри. Далее на схемах мы покажем каждый этап создания живого забора. Самое первое, с чего мы начинаем, это установка столбов из бревен. Потом мы копаем посадочные ямы для наших растений и далее устанавливаем горизонтальные планки, которые мы называем опалубкой. После этого идет посадка растений и завершающим этапом мы подвязываем их горизонтальным планком. Не забываем главное правило, на 1 метр живой изгороди высаживается 3 растения. Теперь давайте поговорим более подробно о каждом этапе. Для установки столбов нам необходимо выкопать яму примерно на 1 треть от общей длины столба. Далее необходимо установить столб ровно и после этого мы засыпаем первый слой почвы, хорошо его трамбуя. Это очень важно, чтобы столбы не шатались. Далее мы засыпаем оставшееся пространство и также тщательно уплотняем нашу засыпку. Важный нюанс, как только вы засыпаете 2 трети ямы, столбы практически невозможно отрегулировать. Запомните это. После этого этапа мы выкапываем посадочные ямы для растений. Они должны быть больше, чем размер кома или горшка. Напоминаю, нам необходимо 3 растения для 1 метра живой изгороди. Соответственно 6 для 2 метров, 30 для 10 и так далее. Потом устанавливаем горизонтальные элементы. Они могут быть из бруса или например из бамбука. Чтобы конструкция была прочная, нам необходимо закрепить нашу так называемую опалубку с двух сторон. Крепить можно двумя способами. Либо с помощью веревки, либо с помощью самореза или гвоздей. Главное, чтобы было прочно. Теперь мы подошли к посадке растений. Устанавливаем растения в яму, выравниваем их и засыпаем. Обратную засыпку мы делаем послойно. Постоянно проливая почву, чтобы она уплотнялась и плотно прилегала к кому нашего растения. Также можем уплотнить почву ногами. После этого необходимо убрать оставшуюся землю и прибраться на территорию. Завершающим этапом мы подвязываем растения к нашим горизонтальным элементам конструкции. Это необходимо, чтобы растения стояли идеально ровно до полного укоренения. Подвязывать растения можно с помощью конопляной веревки. Но в этом случае необходимо постоянно проверять ствол на момент повреждения. Друзья, с вами как всегда канал Гринхаус. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. Пока!